После выхода «Ксенус.Кипение» сотрудники украинской компании Deep Shadows решили на время отвлечься от колумбийских джунглей наших дней и перенестись в далекое будущее. Главным героем игры «Предтечи» станет молодой пилот по фамилии Амарнов, одинаково хорошо разбирающийся как в управлении различными видами транспортных средств, так и в искусстве ведения наземного боя. В отличие от большинства шутеров от первого лица, в «Предтечах» задания не будут идти друг за другом в строго определенном порядке. Геймеры смогут самостоятельно выбирать, какую миссию им выполнить раньше, а какую оставить на потом. Всего разработчиками запланировано около 250 квестов. По ходу развития событий тебе предстоит посетить несколько непохожих друг на друга планет, наладить торговые отношения, выведать у персонажей необходимую информацию и, конечно же, сразиться с различными видами противников. Наверное, ты уже обратил внимание на то, что главный герой периодически использует необычное оружие животного происхождения. Например, в качестве боевого ножа выступает некая примитивная форма жизни с зубчатой структурой тела, куда более совершенным приспособлением выглядит надеваемый на руку слизняк, извергающий изо рта нечто похожее на молнии. Как и любые живые существа, разнопородные пушки нуждаются в пище. Если ты не хочешь оказаться с пустыми руками посреди переполненных врагами красных песков или труднопроходимых джунглей с огромными кровожадными растениями, то придется периодически подкармливать своих питомцев специальной мошкарой и прочей инопланетной пакостью. На некоторых уровнях геймеры смогут прокатиться на багги, танках и, внимание, мехах. А для того, чтобы перебраться с одной планеты на другую, придется сесть за штурвал настоящего звездолета. В этот момент предтечи превратятся из шутера от первого лица в космический симулятор. Движок игры Virtual Engine версии 3.0 поддерживает все современные графические навороты, в том числе и High Dynamic Range. Разработчики обещают подчинить мир игры физическим законам. Почти все объекты можно будет вывести из строя. Поврежденные багги осядет на простреленное колесо, а подбитый шагающий робот реалистично завалится на бок. Компания Deep Shadows не боится экспериментировать с жанрами. Украинские разработчики совместят в своем творении сразу три жанра. Любители зубодробительного экшена получат врагов с высоким уровнем искусственного интеллекта, стрельбу из необычных видов оружия и поездку на наземных видах транспортных средств. Поклонников РПГ ожидает разветвленная система диалогов и организация торговли. Фанаты космических симуляторов смогут ощутить себя пилотами звездолетов. Идея чертовски хороша. Остается дождаться выхода игры и оценить качество реализации.